Как-то я тяною пришёл, какой-то танк, хочется землю не попасть. Темнее, темнее. Ночь когда ближайся, а я боюсь, нема, так и нема. Аж широкоцам всегда было набрести. Так сложилось, что сентябрь каждый год собирает театральные коллективы из разных уголков мира и ценители театрального искусства на гостеприимной Брестской земле. Именно здесь вот уже 26-й раз пройдёт самый яркий, незабываемый праздник – Международный театральный фестиваль «Белая вежа». При нынешней ситуации 9 стран к нам приедет и нас порадуют своими постановками, очень прекрасными, замечательными, насыщенными. И даже если рассматривать и финансовую составляющую, привести большой коллектив – это сложно в нынешней ситуации издалека. Но режиссёры, коллективы, театры идут навстречу. Они предлагают моноспектакли, которые где-то менее затратны и готовы принять участие в нашем фестивале. Они гордятся тем, что их отобрали, и они представят свой театр, свой спектакль на нашей Брестской сцене. За годы существования «Белой вежи» сыграно более 700 спектаклей, а география участников фестиваля более 58 государств мира. В этот раз организаторы приняли решение открыть проект постановкой Брестского академического театра драмы «Не покидай меня» по пьесе Алексея Дударева. «Спектакль уже имел определённый большой интерес зрителей. Ну и я считаю, что это наш долг, долг творческих работников, долг вообще нормальных людей, которые отдают знак внимания тем людям, которые воевали, которые погибали за наше благополучие, за нашу свободу». В целом в программе фестиваля представят свои работы драматические, музыкальные, уличные театры и театры кукол из Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Дании, Кыргызстана, Польши, России и Узбекистана. В программе фестиваля 28 талантливых постановок от 24 театральных коллективов, которые покажут зрителям на пяти площадках города. «Наш фестиваль такой многообразный в том, что в нём участвуют театры разных жанров, направлений. Мы никогда не забываем и о наших маленьких зрителях, и о среднем поколении, и о старшем поколении. Все спектакли хороши, вот, потому что, ну, естественно, я ещё раз повторяю, что они отбирались с нами, исходя из нашей направленности фестиваля года исторической памяти, и второе отбирали, чтобы было интересно зрителям, чтобы были предоставлены какие-то интересные театральные школы, театральные проекты». Показ спектаклей пройдёт на семи языках – русском и белорусском, армянском и английском, польском, болгарском и кыргызском. Как всегда, ожидается большой зрительский интерес. Продажа билетов на фестивальные спектакли уже стартовала. Спешите, количество мест ограничено.